так всем привет добрый день руслан здравствуйте вы готовы сегодня удивить нас прекрасно прекрасно да всегда готовы сейчас видны экран да да собственно да сегодня рассмотрим важную тему администрирования серверов nbi собственно с этим вопросом сталкиваются все кто так или иначе пытается развернуть этот замечательный био инструмент у себя на мощностях мы поскольку это серверное решение то соответственно вопросы важные как развернуть как масштабировать администрировать сейчас нам на все эти вопросы надеюсь ответит руслан также оперативно и по делу надеюсь сейчас уложимся да думаю тогда коллеги можем начать собственно да мы будем сегодня поговорим насчет того как у нас администрируется fnbi как вообще развертывается масштабируется поговорим о технических подробностях чуть побольше так сейчас я другой слайд переключу вот поговорим про аутентификацию авторизацию пользователей какие из политики безопасности доступов как вот можно управлять контентом на сайте как можно настраивать доступ к данным к другим сущностям дашбордам коннектором как можно и проводить каким образом операции мониторинга сервера управления задачами администрирования и сегодня мы это все с вами рассмотрим ну рассмотрим первый этап это развертывание и самый у нас такой популярный часто встречающиеся вопросы где вообще скачать английскую версию как получить find by и установить его можно при каких параметрах скачать и развернуть систему пока что нельзя через прямую ссылку в качестве вот сайта как представлено здесь такую версию вы можете скачать только на китайском и потом все как бы у вас будет соответствующем языке как вот можно получить эту ссылку вот find by и чате например подкреплена одни из дистрибутивов самых последних актуальных версий вы можете также обратиться например к нам на info собака by консалты также запросить тестовые доступы необходимое количество которым и также вот дистрибутив для развертывания либо же обновления find by развернуть платформу можно вот на трех плат система которая описана здесь это linux windows и mac os и собственно здесь вот по крайней мере таких вот технических подробностей больше нет а какие требования нужны для того чтобы его установить сама система достаточно неприхотливая это как сам он представляет из себя серверное приложение требуется ему не так много памяти всего лишь 8 гигабайт вы можете поставить себе на машину и уже начать тестировать там на каких-то данных на значительных объемах там дом нескольких миллионов строк он будет свободно спокойно работать и также вам потребуется 2 гигабайта оператива 2 гигабайта места на диске для того чтобы у вас куда-то складывались форматы ваших дашбордов либо же файлов spider если вы работаете в этом подключении для как бы в принципе российских пользователей это может быть не новинка что систем можно развернуть для ubuntu для cintos то есть это достаточно востребовано и здесь вы можете ознакомиться с теми версиями с теми релизами которые вот доступны на данный момент windows можно также на других серверах развернуть это вот дополнен ну и собственно здесь у нас имеются такие детали когда мы говорим архитектуре fine by то здесь мы в принципе говорим что он достаточно гибкая и лучше настраиваться потому что это как бы веб страница веб серверное приложение которое можно по сути развернуть практически везде здесь вот представлены самые популярные системы где вот можно развернуть на каком веб сервере сервере компонент это например вот тоже из запросов это может быть докер полностью здесь вот пример архитектуры которую вы можете реализовать у себя также здесь имеются веб-серверы оракла веб-сферы резина и тоже вот распространенный этап аше там как там кат как бы уже идет в модуле find by преднастроенный но если вы хотите развернуть полностью на нем как на заводском решении на отдельном том как сервере вы это тоже можете спокойно учесть и развернуть на нем свою архитектуру вот как уже сказал тоже докер у нас там доступен в качестве инструмента инструмента для контейнеризации и развертывания find by в образе поговорим теперь о том какие у нас в принципе процесс налажены на модификации и авторизации какие есть методы и сейчас вот посмотрим всего имеется три метода это пол да по http и встроена которая идет локальная модификация самого find by в случае если необходимо настроить вот какие-то мульти доменные модификации это также можно здесь вот реализовать но для этого вам потребуется отдельный коннектор он вот насколько я помню идет бесплатный то есть здесь вы можете прописать вот при методе аунтификации все необходимые параметры можете назначить определенные ключи при выборе http запроса и у вас все будет свободно и легко аунтифицироваться пользователей после этого им необходимо нет необходимости заходить в систему еще раз если они уже где-то там подтягиваются и вводят свои учетные данные собственно также реализована здесь и такая вот концепция как ссо это позволяет вот собственно заходить пользователю там с различных айпишников со всех приложений если где-то он уже зашел систему здесь вот имеется следующий метод для авторизации это вот тоже три как на предыдущем этапе это через фронт-энд здесь вот при помощи аджакса или айфрейма можно в качестве интерфейса вести свои учетные данные у вас произойдет авторизация и после этого вы можете спокойно работать с дешбордами с отчетностью по сервере в интерфейсе find.bi также имеется через бэкэнд если вам необходимо по использовать типу шифрования rsi и также имеется у нас централизованные получается метод авторизации вы можете его настроить прямо в самом клиенте касса либо же в качестве там настройки дополнений это ssl подключение для большей как бы повышение защиты и вот настройки уже переходе по ссылке через htbs также хочу отметить что для вашего nba сервера вы можете сделать его как открытым для внешней сети так и для внутренней вы можете легко контролировать вход выход тех айпи адресов которые у вас имеются в системе и как бы это реализовать вот такой подход ну теперь поговорим о как вообще их добавлять как настраивать синхронизацию здесь вот тоже имеется несколько опций и вот пользователя вы можете прежде всего добавить локально это вот в качестве ад юзер вы можете их импортировать с excel либо же csv файла как вот по аналогии в табло если вы знакомы с этой опцией и после этого вы можете там настроить синхронизацию для подтягивания пользователей из актив директор и и настроить вот метод синхронизации по расписанию который вам необходим вот после этого когда мы добавили пользователей у нас есть ряд тоже опций мы можем настроить их группировку на каком-то логическом либо же функциональном уровне здесь нам приходит functional department который вы можете здесь вот добавить в папке department list и здесь реализовать вашу логику назначение например разбиение какого-то департамента на отделы на какие-то более мелкие единицы структурные и после этого вы можете их уже использовать в своей аналитике можете использовать и строить дашборды с учетом именно вот этой логики то есть если мы говорим о разделении потом по ролям вы также можете назначить что какой-то пользователь например с правами просмотра он будет принадлежать группе до того же департамента продаж либо финансов но состоять он в группе или иметь роль разработчика в таком случае у него права доступа суммируются и вы сможете назначить там на конкретные сущности на сервере fine by чтобы он вот мог их как-то настраивать под свои нужды ну теперь вот когда мы говорим про импорте здесь нужно тоже вот сказать что у нас надо предоставить такой же файл так вот здесь разрешение что юзернейм нейм который будет на сервере и более подробную информацию о ролях департамента которые у него будут на сервере и скажем какие-то детали это вот как почтового адреса либо же телефон здесь пользователей можно вот при вот здесь получается вкладке стейтус нажать и отредактировать чтобы их отключить при необходимости если они не нужны учетку заблокировать таким образом и в следующий раз когда пользователь захочет найти у него уже это сделать не получится теперь поговорим какие принципе у нас пользователи есть как они разделяются как они между собой вот конфликтуют или нет здесь вот тут по вы скажем так по логике имеется всего две типа пользователя это пока юзер и мобайл юзер соответственно пока юзер это который работает у нас на своем личном компьютере либо же вот где-то на удаленной машине и который вот может получается разрабатывать отчетность и разделяется он на вот ю юзер и дизайн мобайл юзер это тот же самый пользователь но для которого есть отдельное приложение find by mobile и где вы можете открыть уже оперативно разработать с отчетностью в режиме как бы телефона чтобы он всегда был под рукой там разработки конечно нет вот когда мы смотрим на пока юзера он у нас разбивается свою очередь на view юзер и дизайн юзер view юзер это пользователь с правами просмотра который также может взаимодействовать с отчетом он может скачивать там данные вот формате экселя или pdf может он также настраивать свои фильтры фильтры которые вот на сущности и вот делать какие-то выводы на основе этих данных подготовленных дешвордов когда мы говорим о дизайн-юзере он разбивается на аналитикой анализа с юзер и процессик юзер анализа с юзер представляет из себя в этом плане тоже аналитика разработчика который имеет доступ к каким-то данным данные эти могут быть уже подготовлены каким-нибудь дата инженером либо еще кем-то вот как здесь дата процессингом и дата аналитик может уже получается разрабатывать дешворды на существующих данных либо делать свои при помощи селф-сервис дата сет помимо этого ему доступны как разработки это сql запросы и также подтягивание excel файлов для собственного анализа также вот когда мы смотрим на дата процессинг он имеет такие же вот функционал как анализы с юзер но при этом он преимущественно направлен на подготовку данных то есть он может выгружать какие-то определенные дата сеты может организовывать там связь таблицами он может настраивать коннекторы на сервере и больше направлен такую техническую специальность но при этом ему никто не запрещает разрабатывать дешворды у него такой же функционал есть вот то есть этого если вам необходимо внести такие ограничения в компании на уровне там работы с данными если они там достаточно чувствительны вы можете разделить вот так по типам пользователей и их вот разбием ну поговорим дальше если мы вот как пользователь сделали зашли получается на сервер мы подключились и можем что-то разрабатывать а теперь посмотрим как у нас происходит управление тем что у нас есть на сервере для этого у нас по аналогии с табло и в принципе там другими системами есть разбиение по логике и по функционалу то есть в системе вот как каталоги windows у нас распределяется по папкам все здесь если мы увидим у нас разделяется отдельно вот в каждом из каталогов у нас имеется какой-то набор данных это могут быть таблицы это могут быть и сквель запросы к тем же самым вот по базам данных хранилищем и это вот по сути те вот сущности где будут находиться у нас данные также у нас имеется вот создание коннекторов которые мы также можем достаточно хорошо детализировать и настроить там вот такие параметры как максимально например 13 сессии сколько у нас максимально может подключаться пользователей что тоже немаловажно в планировании нагрузки и после этого например когда мы сделали свой датасет мы можем его поделиться поделиться и все вот эти self-service датасеты они будут отображаться вот в этой папке либо также вот папки которая велась разработка теперь также вот у нас есть отдельная такая вот вкладка который имеется вот админские как бы вот эти папки каталоги это будет то что принадлежит только вам если вы являетесь администратором остальные вот как бы опции доступные для простых пользователей этого self-service датасет вот этот вот значок то есть там будут складываться все вот эти наборы данных которыми вами поделились ну теперь когда получается мы подключились к данным смогли что-то построить а как же нам управлять контентом и различными сущностями нашими дешбордами всего имеется тоже здесь как три опции это приехать отображение допустим общее всех дешбордов all dashboards это допустим только те которыми нами поделились это шейф дешборд а также вот те доступные по публичной ссылке для пользователей то есть им нет нужды авторизоваться на сервер они сразу его и так могут видеть просто ведя какие-то ключи или шаблон для ввода то есть здесь у нас есть такие вот три вида отображения дешбордов и хочу заметить что здесь тоже вот по типу как вот они располагаются они могут находиться как списке так и вот по аналогии плитками как вот системе то же самое табло или вот любой другой и после этого можно легко управлять видимостью дешбордов какие-то вот часть из них выделять и после этого настраивать как они по уровню доступа будут видны пользователям директоре или же нет вот когда мы получается настроили доступ к дешбордам к данным мы хотим как-то его граничить как мы это можем сделать можно их взять и настроить на нескольких уровнях это на уровне дата сетов источников то есть дата коннекшенов это на уровне самих дешбордов как они представлены здесь на картинке и также можно настроить на уровне того как пользователь у нас заходит на сервер как мы им присвоили роль и что он вообще у нас должен отвечать это будет роль пользователя и institutional department это его функциональная группа и то есть сами по себе права они как бы складываются из максимально доступных вы можете настроить при помощи опции вот этот permission и то есть все права будут наследоваться от общей папки каталога для всех мелких как бы вот этих дешбордов либо сущности что находится в ней если же мы хотим отобразить только на конкретных дешборд мы также там можем настроить все у нас просто все вот эти замужки просуммируются и тогда отобразится что вот к этому дешборту мы имеем доступ а к другому нет поговорим теперь наверное про мониторинг сервера и какие вообще у нас есть задачи для того чтобы у нас работал корректно наш fine bi сервер чтобы его правильно настраивать здесь можно выделить несколько опций и принципе это как во всех наверное нормальных биосистемах это допустим автоматическая очистка логов их там сохранение это также вот а копирование и восстановление системы здесь вот имеются какие-то опции заводского мониторинга допустим оперативной памяти которая потребляется на сервере по загруженности ядер процессора и также вот памяти на диске когда мы говорим о собственном мониторинге у нас имеется здесь вот две как бы таких базы это finddb и logdb finddb это внутренняя база там high sql которая вот хранится получается в самом fine bi она содержит в себе все сущности все данные от дешборта кто их дел когда какие действия были совершены на сервере и кем то есть это у нас такой вот в себе репозиторий который хранит все вот такую основную информацию вы можете найти его у себя как бы на пути здесь вот это где у вас находится каталог получается finddb это вот дальше переходите дальше web apps и углубляетесь в root webinv и бомбет после этого как вот получается вы проверили ваш база где она лежит чтобы не замещать получается место на диске и у вас чтобы он не писал туда вы можете это взять и экспортировать ваше хранилище вашего базу данных это например как распространенная система oracle пасгре мссql mysql и другие когда мы смотрим на то как у нас хранятся логия здесь у нас помогает нам база log db она хранит себе информацию о действиях на сервере более такую тонкую техническую информацию по ключам каким-то айтишником как они с меж собой взаимосвязаны эти вот обе принципе таблицы меж собой очень хорошо задокументированы на на сайте и вы можете там совместить сделать какую-то свою кастомную аналитику для администратор здесь она ничуть вот не бедная надо достаточно хорошие вы можете там построить глубокую аналитику если вам не хватает той которая имеется уже из коробки на самом сервере теперь когда мы получать смогли посмотреть как у нас работает система мы можем что-то взять экспортировать и потом ее мигрировать мигрировать на другую машину допустим соединить ее потом в кластер либо еще как-то вот такие махинации провести с вот нашим сервером здесь это тоже достаточно удобно сделано то есть когда вы переходите в менедж в ресурс мигрейшн у вас есть такие опции как экспорта и импорта данных то есть те самые вот сущности которые вы выгрузили из другого файл биосервера вы можете сюда привязать и легко импортировать то есть здесь даже не надо знать какие-то особые формулы не нужно вводить в командную строку каких-то скажем так скриптов у вас просто это все будет то есть здесь вот в самом интерфейсе администратора легко и просто вот так скажем при помощи операции с backup файлами ну и как в принципе в обычных системах вам необходимо перед тем чтобы сделать импортирование данных вам желательно конечно сделать backup это тоже такая скажем так обязательная опция и чтобы у вас удостовериться что данные которые вы выгрузили подгрузится другой сервер корректно и у вас ничего не будет замещено ну теперь когда мы получается взяли обновили данные из нашей системы мы хотим также обновить саму версию файл биосервер это тоже достаточно популярный вопрос и здесь вот подробно описан алгоритм как это можно сделать то есть для начала чтобы вот вам получить новую версию вам нужно скачать пакет файлов джар который вот принадлежит соответствует новой версии после этого вам нужно перейти в менедж интеллижен оперейшн и вкладке backup restore сделать backup всех файлов которые у вас имеются на файл биосервере после этого вам необходимо вот ваш джаровский файл который вот вы скачали с новой версии взять и заменить его на тот который у вас находится на данный момент после этого вам необходимо включить сервер файл биосервер который вы до этого предварительно остановили чтобы все у вас корректно работало и ничего не поломалось ну и после этого как нужно проверить насколько корректно у нас произошли операции импорта и перехода до новой версии и зайти нужно под администратором и обычным пользователем проверить что все нормально после этого можно перейти в систем можно проверить номер версии допустим вот здесь я сделал вот что у меня 5.1.18.23 это самая новая версия которую вы также можете актуализироваться теперь поговорим про безопасность тоже важный такой этап который можно настроить здесь опции для безопасности для ее как бы ужесточение достаточно много вы можете ограничить ip адреса которые доступны для подключения к серверу как я уже говорил ранее вы можете его сделать в принципе доступным чтобы как импортировать либо использовать вас на сайте но при этом он был в принципе как визуальный интерфейс если вы хотите его кастомизировать и реализовать вот нативно в другой системе или приложение из таких вот интересных опций я бы отметил что настройка пользовательских сессий это достаточно полезная фича который вот не было реализовано пример я не видел других системах и при этом вот здесь можно ограничить доступ к вашим данным при помощи выгрузок sql какие у нас принципе будут работы данные это на уровне а тех же получается spider файлов либо же при подключении в даре к формате чтобы поставить ограничение на количество строк помимо этого вы можете ужесточить контроль и как бы доступ к данным при помощи различных алгоритмов и методов шифрования но и при этом как бы не стоит забывать что можно также ограничить и доступ к самому серверу дополнить дополнить его как-то другой защитой чтобы у вас там не поддутся так его защитить и вот при этом полезный такого бонусом может быть добавление вот и марок некоторым заказчикам такая опция была необходима и приходилось делать какие-то кастомные решения при помощи скриптов выгрузок чтобы это все было достаточно сложно и и чтобы автоматически рассылалась по почте здесь же в системе find by это у нас имеется опция из коробки в настройке вот security последняя вкладка вот и марка settings перейдем теперь к одной из ключевых и таких вот скажем необходимых опций которые имеются у нас на сервере это вот масштабирование собственно масштабирование у нас имеется нескольких видов которые доступны в системе это линейная и горизонтальная и вертикальная и горизонтальная в случае у нас вертикального когда мы добавляем количество памяти увеличим какие-то характеристики сервера у нас здесь это делается тоже легко и просто нет необходимости постоянно как делать backup и восстановление до источника у нас вот здесь это реализовано просто настройки конфигов то есть когда вы останавливаете ваш find by сервер вы можете потом прописать ему более высокое значение gvm это потребляемой памяти для find by здесь если мы перейдем во вкладку в m options которая вот лежит по этому пути вашего find by директории вы можете там легко подправить и добавить следующие опции то есть как у вас будет происходить подключение и там шифрование тех же самых данных там работ с оперативной памятью вернее вы можете настроить опцию прямого оперативной памяти которая будет отправляться find by то есть скажем так опция для настройки кэша и вот эта опция прямой памяти это достаточно удобный хороший рывок в настройки функционала на сервере то есть мало того что вы можете настроить когда у вас кэш будет обновляться насколько часто вы можете настроить сколько у вас памяти вообще будет постоянно крутиться и обращаться напрямую к ним find by вот собственно это можно реализовать в нескольких системах вот здесь у меня скрин это то что я сделал у себя с система windows и вот также можно реализовать его в другой как бы модули это вот в линуксе либо же для развертывания на том как сервере либо любом другом веб-сервисе который вы для себя установили то есть вот здесь когда мы смотрим на скажем вот этот директорий вот на путь мы можем увидеть значение вот этого прописанного параметра xx max direct memory и вот вы можете его сразу вот посмотреть и увеличить необходимое значение для сервера ну понятное дело что чем больше вы укажете тот же сам формат вот этой памяти тем быстрее у вас будет отрабатываться и потребляться там памятью с ним find by то есть здесь достаточно все просто и понятно здесь вот приведен дальше вот таблица слайда это собственно сайзингом сервера как вы можете его рассчитать примерно цифры тоже достаточно такие адекватные то есть нет какого-то прям слишком слишком высокой потребности к расширению если вот вы рассчитываете что у вас будет работать скажем системе активных 500 пользователей то из них где-то от 50 до 200 именно разработчиков которые будут сейчас вместе с ними работать с данными где дашборды то в принципе вы можете учесть объем памяти который для этого понадобится и рассчитать определенную конфигурацию то есть здесь вот описано также характеристика данных при обработке данных следующего объеме это 10 миллионов до 50 от 5 до 10 ну и соответствующим образом когда у вас данных больше там это будет расти пропорционально и вы можете также легко посчитать там необходимые характеристики и вывести их у себя в системе чтобы все корректно быстро отрабатывалось дальше когда мы говорим о другом виде масштабирования здесь стоит учесть что у нас сама система легко кастомизируемая и развернуть мы ему ее можем хоть где и также учесть несколько веб-серверов которые могут с собой связаться в единую структуру кластера а тем самым это повысит отказа устойчивой системы это повысить ее тоже вот быстродействие потому что будет распределяться нагрузка между разными узлами между разными системами и вот здесь в качестве скрина примера можете увидеть как у нас реализована структура двухузлового сервера фанги а это у нас два например сервера аппликейшна приложение его два сервера допустим вот вы можете выбрать на какой-то один из них там там как тот же самый и в качестве дополнения указать в компонент сервер там какой-то кастом свой файл сервер ссылку на него путь вы можете указать там сервер там оргистратора там redis и для направления там запросов куда будет происходить допустим тут же самый джинс когда мы говорим о том как у нас здесь происходит сайзинг здесь также параметров нет каких-то оптимальных что вот четко вы знаете сколько вам необходимо добавить вы можете здесь учесть в зависимости от таких относительных цифр что каждый там узел вы можете добавлять примерно от 16 гигабайт и больше то есть вам просто стоит учесть что если у вас вот будет больше там 32 гигабайт на одном узле то там просто у вас футиджи будет больше и дольше а так принципе по остальным параметрам это достаточно удобно вы можете сделать какую-то свою кастомную вот кластерную архитектуру и ее реализовать спокойно вот здесь системе также вот здесь по ссылкам в описании вы можете перейти подробно и изучить конкретные клавы для настройки в развертывание кластера в построении скажем так и в реализации горизонтального масштабирования там вот две ссылки это отдельно там полностью на настройку или конфигурацию вот всех application серверов какие вот компоненты добавить можно и как их правильно настроить собственно это вот то что у нас касается масштабирования и как бы здесь у меня вот собственно все потому что мы раскрыли все основные такие главы которые необходимы для администрирования find bi сервера и изучили в принципе как вот можно проводить некоторые операции по взаимодействию системой и можете сделать вывод что достаточно удобно понятно и легко то есть несмотря на то что система иностранная как китайская здесь вот можно его достаточно удобно и легко кастомизировать и сделать такую архитектуру как вам необходимо и вы бы не могли ее реализовать другой биосистеме тогда я передаю слово коллегам думаю у нас прям превзошел сам себя в чате вопрос и оперативно так ну что настало время Егора с вопросами да коллеги на самом деле любимая рубрика значит быстренько по вопросам вопросов немного но на самом деле я понимаю почему вопросов немного потому что это все таки уже такая более глобальная тема и близко уже собственно к боевым действиям да можно так выразиться с первый вопрос значит звучит так отличаются ли полномочия для анализ зис и процессинг в самом начале был вопрос да то есть если мы говорим про разграничение доступов на скажем так уровне тех же самых вот пользователей здесь у нас различить между анализис и и вот этим юзер вернее процессинг и анализис юзер у нас нет это вот происходит только при добавлении их на панели юзерс самой вот менеджер и после этого можно как бы настраивать то как воспользователи по функционалу будут распределяться то есть кто-то у нас чисто просмотрщик кто-то у нас аналитик разработчик там не знаю дата инженер отлично следующий вопрос что с рлс на уровне общих дата сетов ну ролл и секьюрити 1 здесь тоже реализовано вы можете настроить такую скажем так ролл и секьюрити политику доступов какая необходимого то есть если это у нас будет SQL дата сета вы можете в самом SQL дата сете сделать юзер фильтр и после этого у вас будет фильтроваться данным зависимости от того какой пользователь будет подключаться к базе если мы говорим про те же spider форматы там акселя какие то еще то вы можете настроить их прям на своем источнике там есть отдельно опция фильтрации данных вы можете прописать там какой-то параметр или же значение хорошо так вопрос номер 3 как быть с открытыми сессиями по и бэкопирование не совсем понял открытыми то есть вы имеете ввиду что если у вас будут какие то уже пользователи работать и у вас он их выкинет то я скажу что нет он у вас не выкинет он на текущий момент там сохранит все как бы результаты пользователей и после этого вы сможете их забэкапить и сохранить на сервере руслана посмотри пожалуйста уточнение правильная может чат зайти так не совсем правильно я вот антон собой нос да не ну я так понимаю что да логика такая что у нас вверх дизайнер и вот по логике они между собой не разделяются то есть в этом на уровне доступов то есть мы их наставим только на сервере если у вас дизайнер юзер анализа с либо же процессе класс не будет как-то права доступа настраиваться по-другому у вас всего лишь это будет влиять на то какую он плашку виде то есть сейчас даже если перейду я на сервер фонбе а если я буду как пользователь анализиста у меня не будет опции на дата препарейшн и в этом случае тогда я не смогу вот настроить там подключение при помощи sql и выгрузить скажем такие вот данные которые напрямую с базы а только работать уже заготовленными либо же с иллсер из дата сетом либо же xml вот так а процессинг он может хоть какие данные подтягивать в этом ограничении да все наверно на антон вы можете ответить на ваш вопрос направить уточнение если у вас там какая-то антон антон у нас сегодня самый активный я думаю ему нужен какой-то поис да но это один тип пользователя дизайнер вот но между собой то есть вам если объяснить вот это как матрешка то есть процессинг юзер у нас уже заложен анализис юзер у нас нет потому что месячная версия по функционалу меньше да одну бесплатную версию FNBI бесплатная да 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 каждому так значит следующий вопрос сейчас подождите я открою свои эти записки так следующий вопрос от антона вот по поводу безлимитного количества пользователей и ограничения на ресурсы но тут я знаете как когда поступим антон на самом деле к вам будет наверное намного больше вопросов чтобы ответить на ваш один поэтому я с вашего позволения вам отдельно напишу и мы готовы будем тоже этот момент обсудить вот потом у нас а я вот вижу вопрос какой-то про то что перечисленные вещи в табло 101 да 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 но не он у меня я уже скопировал я работаю оперативно да ну отвечая на этот вопрос эти вещи какие-то дополнительные функционал которого нет уже не заложено в системе например какой-то коннектор который вам необходим вазе вы можете посмотреть ту же самую монгодиби которую изначально в в принципе в биосистемах не часто встретишь если кто-то его сам делает а тут он есть в качестве отдельного плагина который вы можете купить вы можете его посмотреть также оформить и он вечно идет то есть там в отличие от табло то есть вы это постоянно делаете платежи как как каждый месяц там каждый год по сути проплачиваете продляете аддон а здесь вы купили получается один раз и пользуетесь навсегда когда у вас есть лицензия findb тут вот в этом плане тоже удобно ну ну да на самом деле вопросы закончились но тут у меня я придумал вопрос если можно задам его и руслан куда-то сразу же из чес видимо был сложный вопрос на самом деле я хотел сказать что а вот сейчас секунду не пускай его не пускать не надо не надо да вопрос что я решил уйти да давайте я уже докончу я хотел сказать что видео по трем предыдущим вебинарам уже готовы я вот буквально их видел вот соответственно ну возможно даже сегодня мы их зальем на наш youtube канал найти его очень просто зайти на youtube и там набрать bi-консалт вот там будет наш канал ну если не сегодня то тогда наверно уже во вторник да вот я кстати на самом деле этот вопрос тоже прошу прощения от антона пропустил по поводу я не совсем понял презентации с кликабельными ссылками доступно и вот ссылки на что и коллеги есть предположения возможно материал презентации но здесь уже не знаю вот у руслана были какие-то виде ссылки в презентации наверное вот здесь это примечание вот последний я их могу сейчас в принципе здесь в чате скопировать и тогда отправить чтобы вы могли посмотреть так сейчас вот так ну да кстати ну да кстати ну кстати да может предложено как бы видео когда подготовим все ссылки на материалы тоже приложим да чуть повыше я там гляну ссылку на youtube канал можете тоже да 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 спасибо да 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 спасибо вот и тоже вот в чате файндай не знаю если кто-то еще кого нет тоже пожалуйста можете заходить задавать свои вопросы руслан ты когда выходил у меня был вопрос подскажи просто мы так как-то ну я сейчас увидеву да ты умеешь развей миф по поводу собственно условно-бесплатно да там то реальных лицензий которые можно скачивать спактала да с официального фанрон и если заказывать теальные версии ну там через партнера там есть какие то вот у меня многие спрашивают вот да здесь я как бы веду уточнение что в чем отличие между реальной версии которую вы сделаете сами на портале там при установке во первых потому что она будет китайская скорее всего потому что у вас ссылку вы не сможете найти английскую и там вы просто как-то пытаясь установить откройте китайскую попробуйте что-то сделать разочаруетесь закройте и не знаю собственно все а когда мы делаем именно настройку там и установку того же дистрибутия который мы предоставим вам отдельно вот с ключом у вас во первых будет доступ расширен не на две недели а на месяц либо какой-то еще период ну это обговаривается все соответственно с вами там он ограничено больше чем предоставляет реальная лицензия реальный ключ во вторых это важный тоже момент то что по сути у вас в реальной версии только два пользователя там два и пишника с которым вы можете зайти и больше у вас нет возможности зайти с какой-то другой учетки если вы хотите сразу на большем количестве пользователей посмотреть потестировать у вас вообще не получится и даже там не знаю пытаясь как-то переключать здесь все как бы когда мы смотрим именно по ключу вы можете заказать там конкретное количество пользователей и после этого уже потестировать посмотреть насколько вам зайдет система как подойдет ну и там конечно как бы всю поддержку тоже мы как бы стараемся оказывать отвечать на вопросы спасибо большое спасибо да сергей может быть у вас какие то вопросы есть у вас такие умные глаза да такой серьезный вид к сожалению в администрировании я не очень силен не мой конек поэтому затрудняюсь что-то спросить мне кажется Руслан все доступно объяснил да хорошо давайте тогда не будем затягивать у меня вот тоже был вопрос коллега может вот сидит уже тестировал может российские системы как ты их пытался разворачивать может тоже вот поделиться опытом либо как-то прокомментирует вот то что сейчас даже увидели насколько легче понятнее то что там пытались сделать сами может какие то вопросы есть можно на самом деле даже выйти в эфир и голосом проговорить если желание но нет вот говорят только слушали тестирование в процессе визиологи ну тогда Сергей уже в принципе так да тут говорят уже грибы пошли поэтому всем хороших длинных выходов не стоит задерживаться и до встречи в следующую пятницу да спасибо огромное всем удачи хороших выходных всем пока до свидания до свидания